Свиная вырезка Потому что всякие палочки, фигалочки Ну короче, свинина всегда должна полностью прожарена А вот говеды, ну вы знаете, пожарил с двух сторон по 2 минуты И у тебя уже стейк готов Или медальоны готовы Немножечко там дал им отдохнуть Все, можно есть А в свинине нужно сохранить сочность и мягкость мяса Сегодня я вам покажу классный рецепт маринада И собственно как я буду готовить свиную вырезку Вот у меня 2 филейные вырезки из свинины Я урвал в ленте, была акция Это круто Потому что сейчас кризис, это очень, в принципе, дорогое мясо Нарезаем его медальонами Вот примерно вот такими вот Вы, если любите мясо, то напишите в комментариях Если вы хотите больше мяса, чем выпечки Ставьте больше лайков Чем больше лайков, тем больше будет мяса С вырезки я не удаляю эти пленочки Потому что они вообще незначительные Просто нарежем на порционные медальончики А-ля стейки Немного свежемолотого черного перца Да, вам небольшой совет Вот посолили, поперчили мясо Если вы хотите, чтобы оно меньше отдавало влаги во время приготовления Накройте пленкой, дайте соли впитаться Примерно час Если у вас крупная соль, проделайте ту же самую процедуру Просто потом встряхните лишнюю соль Но у меня сейчас времени нет, буду обжаривать так Немного уйдет влаги, это не беда Перед тем, как наливать масло Прогреваем хорошенечко сковородку Сковородка должна быть очень сильно нагрета Сейчас мы будем класть кусочки мяса И они должны мгновенно запечатываться Не отдавая свой драгоценный сок Обжариваем наше мясо с двух сторон До золотистой корочки Пока мясо обжаривается Мы приготовим отличный соус Который мы будем его немножечко запекать Ложка меда нам понадобится Три столовых ложки соевого соуса Свежемолотого перчика еще добавлю Один зубчик чеснока И нашей русской горчички Чайную ложку с половинкой Вымешиваем все до однородной консистенции И наш соус готов Обожаю запах, когда готовится мясо Не забывайте, что стейки из свинины Должны быть стопроцентной прожарки Потому что это не говядина И вы можете так отравиться Что вы больше никогда не будете есть вообще Вот такая вот красивая корочка Нам нужна для вкусного аромата мяса Обжаренное мясо перекладываем в емкость Заливаем все нашим соусом Перемешаем, чтобы соус равномерно распределился Дадим нашему мясу постоять в соусе минут 20 Пусть оно уже обжаренное Промаринуется А затем будем в духовке доводить до готовности На гарнир к мясу отлично подойдут овощи У нас здесь кабачок, перчик и лучок Начнем с лучка Лучок мы порежем на 4 части Включаем ту же сковородку, на которой обжаривали мясо Собрасываем лучок и начинаем обжаривать Также я порежу кабачок Кабачок я порежу вот такими вот дольками Отправляем эти дольки к лучку И осталось порезать только перчик Срезаем лепестки перца Убираем перегородку, которая горчит Нарезаем перец небольшим кубиком Перчик тоже к нашим овощам Сразу же добавляем Перемешиваем И обжариваем до готовности минут 8 Мешайте как можно меньше Чтобы овощи у вас с каждой стороны Быстрее припекались И выделяли меньше влаги Тогда у вас будут вкусные обжаренные хрустящие овощи Овощи обжариваются Мы выкладываем Наши маленькие стейки Медальоны Застеленные пергаментом Не надо никакого сливочного масла Или подсолнечного Очень нежное мясо Я прям чувствую руками Насколько оно мягкое Нанесем еще небольшое количество соуса на них Отправляем в загретую духовку До 200 градусов на 11 минут Теперь, когда овощи немного обжарились Мы можем их посолить Перемешать И обжариваем им еще 2 минутки Друзья, наши миллиончики готовы Овощи готовы И сейчас нужно сделать самую крутую штуку Именно в этот момент Когда вы достали медальоны из духовки Кладите на каждый медальон Вот так вот Кусочек сливочного масла Тогда вкус сливочного масла Очень хорошо раскроется И он будет дополнять Своим ароматом вкус медальонов Видите, он начинает мгновенно плавиться И это безумно вкусно Еще вот так вот Немножечко присыпать зеленым лучком И наше супер блюдо Медальоны из свинины и овощной гарнир готовы Ставьте больше лайков И всем приятного аппетита Свиная вырезка это вкусно Только опять же напоминаю Что надо есть ее сегодня Не стоит делать свиную вырезку на завтра Или есть через час Ее надо приготовить и горячее съесть Потому что она теряет свои свойства Высыхает и становится совсем невкусной Да вообще со всеми вырезками Так как это дорогое мясо Нужно поступать Приготовил и съел Даже вот я считаю Что куриное филе Обжаренное Хоть оно и считается там дешевым мясом Но все равно Оно на второй день уже теряет вкус И вот для меня Я вот чем старше становлюсь Тем больше начинаю понимать Что мясо на второй день Оно безвкусное Оно как трава Поэтому я держусь принципа Приготовил и съел Не забывайте подписываться Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok